В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чей лед? Участки, где скользко, часто не знают хозяина. Финальные эстафеты. Итоги соревнований от игры к спорту подведены. Всех обуть в ботинки без каблуков на нескользящей подошве, дать успокоительного и только потом разрешить пройти по улице. Такой вывод сделала наша съемочная группа после обзора Кандалакшских дорог. Сегодня отдел городского хозяйства и телевизионщики, объединив усилия, а также жалобы от населения, провели совместный рейд по дорогам и постарались быть объективными в оценках. Понимаете, вчера не было посыпано, мы снимали здесь. Вчера около Дворца культуры Металлург было безумно скользко. Посыпать территорию никто не стал. Сегодня ее тоже оставили без должного внимания. Выяснять, почему и кто виноват, уже, честно говоря, надоело. А поскольку для здоровья этот район оказался не самым опасным, за более яркими примерами безответственности мы поехали в другие места. И наткнулись на пару неприятных фактов на улице Батюты. Неподалеку от девятой школы голый лед. И так не в первый раз. Похожая картина открылась нам и на Наймушино. Когда светло, обойти проблемные участки возможно, но в темное время суток и не распознать сразу. Правда, сегодня к вечеру ДСУ-3 поспешила привести тротуары в порядок. А во дворах территории, как были на совести управляющих компаний ТСЖ, так и остались. Их деятельность в данном направлении по-прежнему вызывает бесконечное количество отрицательных эмоций. Участки вблизи домов в большинстве своем не посыпаны. Но спросить с этих товарищей могут, по сути, только надзорные органы. А есть в Кандалакше места вообще ничьи. В военном городке, например, имеется тут ни дорога и ни тротуар. По паспорту эта часть земли, ну, никак не значится. А раз так, то и посыпать песком ее никто не обязан. Сколько еще подобных пешеходных дорожек, точно не по считанным. Региональные власти приняли ряд важных решений, касающихся многодетных семей. В частности, сокращен срок на получение регионального материнского капитала с трех лет до полутора. Претендовать на такой вид поддержки могут семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. В Мурманской области региональным материнским капиталом теперь можно будет воспользоваться через полтора года после рождения ребенка. Соответствующее постановление уже принято правительством области. Данный документ устанавливает порядок распоряжения средствами. В частности, капитал можно будет потратить не только на улучшение жилищных условий и образование детей, но и на возмещение расходов по приобретению товаров длительного пользования. При этом деньги не обязательно использовать целиком и только на одну из перечисленных целей. Можно тратить их по частям и на разные нужды. Неизрасходованный остаток будет оставаться и ежегодно индексироваться. Сейчас отметим, размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. В 2013 году с учетом индексации его размер увеличится до 104 с половиной тысяч рублей. Тема истории родного края и его святынь, подвижников по-прежнему волнует не только краеведов, но и вообще всех, кто стремится глубже познать прошлое Заполярье. Трудные и славные страницы жизни на севере приоткрываются в исследованиях клирика мурманской епархии Русской Православной Церкви Игумена Митрофана. О своих новых книгах он рассказал сегодня кандалакшским читателям. В очередной раз центральной библиотеке не хватило площади для того, чтобы вместить посетителей мероприятия. Литературная встреча объединила тех, кому любопытен новый взгляд на давние и, казалось бы, забытые события. Исследователь Кольского края, автор многих книг и публикаций по богословию, истории Крайнего Севера Игумен Митрофан, представил вниманию горожан несколько своих трудов. Три брошюры совсем новые. Это «История Кандалакшского монастыря», «Варлам-Керецкий житие» и «Кашкаранские святыни Терского берега». В этих книгах о том, что происходило несколько веков назад, о многогранной трагичной истории просвещения Кольского края и о духовных ценностях, конечно же. Здесь, большей частью, мы найдем то, что сейчас очень востребовано. То есть мы ищем духовные ориентиры, мы ищем национальную идею, мы чаем такого момента, когда вдруг народ российский поймет, к чему нам необходимо вернуться, от чего мы так легкомысленно отказались. Именно этому и посвящены эти книги. Это наша подлинная история края, подлинная наша история Отечества и, может быть, во многом скорбь утрачена. История Кандалакшского монастыря выросла, можно сказать, из небольшой статьи, написанной по просьбе Московской Патриархии, чтобы включить православную энциклопедию. А получился серьезный исследовательский труд по малоизученным фактам и документам. В нем читателю открываются яркие исторические фрагменты. От монастырских названий, давних событий до личностей настоятелей. Сегодня во Дворце спорта состоялся финал соревнований среди учащихся четвертых классов. Первоначально за звание самых быстрых и ловких состязались ученики восьми школ города и района. В финале осталось только пять. О том, как проходил праздник спорта и здоровья, в нашем следующем материале. Соревнования от игры к спорту давно стали традиционными. Они проходят в нашем городе уже не первый год и всегда привлекают большое количество желающих показать свою спортивную подготовку. В финале осталось всего пять команд из восьми заявленных. Ими стали ребята из пятой, шестой, девятой, десятой и девятнадцатой школ. Центр проведения привлечения детей к активному образу жизни, занятий спорту, участие в различных спортивных мероприятиях. Ну а также, конечно, мы все готовимся к Олимпиаде Сочи 2014. И наши соревнования посвящены Олимпиаде. На финальном этапе организаторы подготовили ребятам шесть эстафет. Главной задачей было пройти их не только быстро, но и слаженно. Ведь умение работать в команде – немаловажный фактор победы в подобных соревнованиях. Подобного рода соревнования направлены прежде всего на пропаганду спортивного образа жизни. Дети весело проводят время, отвлекаются от постоянного сидения за компьютером. Возможно, и в будущем будут активно заниматься спортом. Финальные эстафеты привлекли большое количество болельщиков. Ребят поддерживали друзья, родные и, конечно, учителя физкультуры. Им очень сложно, потому что они маленькие, им хочется победить. Но настроены мы на победу, естественно, хочется победить. Но в первую очередь, для того, чтобы ребята приняли участие, это для некоторых первое соревнование такого плана. По итогам соревнований лучшие результаты показали ребята пятой школы. Вторыми стали ученики школы номер 9, третье место заняла 10-я школа. В это воскресенье в России отмечается День Матери. Этот праздник был учрежден в 1998 году указом Бориса Ельцина. Целью является поддержка традиций бережного отношения к женщине, напоминание о том, что мама – это главный человек в жизни каждого из нас. В связи с предстоящим Днём Матери в Кандалакшском комплексном центре социального обслуживания населения было проведено праздничное мероприятие. В Центр социального обслуживания приходят те, кому за 55. Это как одинокие люди, так и те, кто хочет немного разнообразить свой досуг. Специально для них сотрудники центра сегодня провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. Большую помощь в организации программы оказали учащиеся 4-го В-класса школы номер 1. Они подготовили свои выступления – стихотворные, танцевальные и музыкальные. Помимо литературно-музыкального выступления, дети подарили группе дневного отделения свои рисунки и праздничную открытку. По мнению сотрудников центра, такие культурные мероприятия приходятся по душе как самим детям, так и пожилым людям. Позволяют провести время в тёплой душевной обстановке и поднять настроение. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в Кандалакше ожидается облачная погода, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха от минус 1 до плюс 2 градусов. Днём будет также пасмурная погода. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха от минус 1 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление будет расти. 24 ноября солнечная активность умеренная, гемогнитное поле неустойчивое. Воскресной ночью будет облачная погода, возможно осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 3 метров в секунду. Температура воздуха 0,3 градуса. Днём будет также облачно, временами осадки. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от минус 1 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет падать. 25 ноября солнечная активность умеренная, гемогнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк. Пункты выдачи кредитов. Город Кандалакша, улица Пронина, 24. Город Полярная Зорь, улица Ломоносова, 3. Восточный экспресс-банк. Банк, который рядом. Это были все новости на сегодня. Приятных вам выходных и до встречи в понедельник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова